Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня предлагаю приготовить мороженое. Я буду готовить мороженое с нутеллой. Вы можете вместо нутеллы взять шоколад, ягоды. В общем, все на ваш вкус. Конечно же, лето у нас в этом году не жаркое, но тем не менее, мои дети мороженое готовы кушать даже зимой. Давайте покажу, какие продукты нам потребуются. Для этого рецепта нам потребуются яйца, сливки с жирностью от 33% и выше, какао-порошок, но его вы можете просто исключить из рецептов. Из какао-порошка мороженое получается более шоколадным. Нутелла и сахар. Все четкие граммы будут в описании под видео. Яйца разбиваем в миску, добавляем к ним сахар и ставим на паровую баню. На паровой бане яйца нужно прогревать и взбивать. Взбиваем около 6-8 минут и в то же время яйца будут увеличиваться в объеме, прогреваться. Но это на случай, если вы боитесь сырых яиц. Вот смотрите, до какого состояния нужно взбить яйца на паровой бане. Получилась густая, пышная пена. Снимаем с огня и нужно немножко остудить эту массу. Но пока вы будете взбивать сливки, как раз все нормально остынет. Теперь берем охлажденные сливки. Как я уже сказала, они должны быть жирностью минимум 33%. И взбиваем до крепких пиков. Теперь во взбитые сливки добавляем нутеллу и просеиваем какао-порошок. Можно я и попросил. Можно я попросил. Теперь все это взбиваем на самой маленькой скорости миксера. Вот такая получается масса взбитой сливки с нутеллой. Эту массу можно даже использовать как крем в какой-нибудь тортик. Теперь нам нужно соединить взбитые сливки с яичной массой. На данном этапе яичная масса должна уже быть полностью остывшей. Допускается, чтобы она была вот чуточку тепленькая. Ну, совсем чуть-чуть. Можно добавлять сливки в яйца или яйца в сливки, не имеет значения. Главное, чтобы вы это все хорошо вымесили. Перемешивать нужно тщательно, но аккуратно. Чтобы и сливки, и яйца все-таки оставались пышными и пористыми. Поэтому не слишком усердствуйте, чтобы мороженое было пышным. Если масса слишком сильно берется комками и не соединяется, помимо лопатки вы можете взять еще и венчик. Перемешивать немного лопаткой, поднимая всю массу со дна. И уже потом соединить все при помощи венчика. Но сегодня я вижу, что у меня все более-менее нормально перемешивается. И обе массы соединяются хорошо. Поэтому я думаю, сегодня я справлюсь без венчика. Замораживать такое мороженое можно порционно. Допустим, в силиконовых формочках. Детям очень такое нравится. Или же в одном большом контейнере. Это мороженое не нужно перемешивать каждые 30 минут или каждый час, как бывает часто в рецепте. Оно нормально замораживается без кристалликов льда. Получается и так пластичная, красивая консистенция. Часть я заморожу в силиконовых формочках для деток. А часть все-таки заморожу в контейнере. Сегодня у меня дети выбрали вот такие формочки-сердечки. Вот так вот формочки и отправляем в морозилку. Замораживаться такое мороженое будет 4-6 часов. Я обычно ставлю на ночь и не парюсь. Уже завтра буду доставать и смотреть, какое оно там. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»